Приветствую вас, Ромашка. Смотрите, в чем заключается суд? Расставание с мужчиной, это взгляд травмам и всегда переживается достаточно тяжело. Поэтому вам необходимо определить, в чем именно основная часть для вас расставания. Либо вы принимаете на свой счет расставание с мужчиной, то есть чувствуете себя хуже, например. Чувствуете, что вы какая-то не такая из-за расставания. Ваше представление о себе, ваши мысли о себе, ваше восприятие о себе изменилось. Или вы вместе с уходом мужчины на себя что-то потеряли. Что-то, в чем вы очень нуждаетесь, например, сейчас. Ну или вообще, по, так сказать, всему пути своей жизни. Нужно разобраться с тем, что вы именно переживаете. Потому что, очевидно, речь не идет о обычной грусти, которую люди чувствуют, когда расстаются с теми, кого они любят. Речь идет больше о привязанности, определенной привязанности к мужчинам. Понятно, что может быть и привычка. Ну, просто привычка, просто обычная привычка. Например, не быть одной. Например, привычка, чтобы с кем-то и так далее. Вот. Здесь просто нужно время, здесь нужна, опять же, переоценка ваших приоритетов. Вот. Которым вы следуете, опять же, по пути своей жизни. Вот. И со временем, со временем вам станет, безусловно, легче. Чувства скрывать никакие не нужно, потому что люди не глупые. И я думаю, что любой понимает, что фактическое расставание с человеком не означает фактическое прекращение чувств. То есть, любой адекватный человек этот момент понимает и, в общем-то, требовать от вас отсутствия чувств не будет, в принципе. Вот. Потому что, ну, всем понятно, что чувствуете вы, чувствуете вы. Вот. Поэтому, не надо скрывать чувства. Вот. Тем более, не надо их стыдиться. То есть, вот непонятно, почему вы говорите, по-моему, чувствуют линисы и зачем их оборвать, если это ваше желание определенное, да? Вы, скорее всего, не связаны с мужчиной, как таковым. Вот. Другое дело, что вы себя не принимаете. Вы не принимаете чувства, вы их стыдитесь. Вот. Это тоже мешает. Вы пишите, как себя вести, как себя вести, чтобы что, то есть, какая конкретно цель у вас и почему вы хотите демонстрировать ему то, чего нет. То есть, мне кажется, что лучше будет, если вы не будете лукавить, не будете врать, не будете лицемерить, а просто будете вести себя так, естественно. То есть, если вам, к примеру, грустно, то, ну, логично, что вы будете и эту самую грусть проявлять и, в общем, ничего странного, ничего страшного в этом нет. Вот. Такой ответ. Я думаю, что вам нужно пережить расставание, да? То есть, завершите его, его, может быть, для себя какие-то вещи выявить, которые сейчас вы не понимаете. В этом, опять же, будет помочь вам психолог, обращайтесь, если у вас будет такое желание. Ну, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и дача вам.